Информационное агентство, мультимедийный хаб «Спутник Абхазии». Мы выходим сейчас в прямом эфире на платформе YouTube и также на телеканале «Абаза ТВ». Я думаю, мы можем приступить. Томас Мурмович, пожалуйста. Да, добрый день. Ну, я хотел бы вот для начала хронологически вот как бы рассказать вам, как все это развивалось в мире. Как известно, 31 декабря Всемирная организация здравоохранения официально получила информацию о том, что вот в Китае были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и получили свое дальнейшее распространение, как известно. Но на первых порах, вот в январе текущего года, заболеваемость, как известно, начала вот к концу января распространяться уже в странах Западной Европы. В том числе появились первые случаи инфицирования среди граждан Российской Федерации. Соответственно, учитывая эту ситуацию в мире, которая на тот период развивалась достаточно стремительно, мы приняли соответствующие меры. В чем они заключались? Были введены ограничительные меры, прежде всего, на государственной границе по реке Ингур, поскольку тогда уже была информация о том, что большое количество граждан сопредельного государства находились в странах Западной Европы, где имело место распространение этой инфекции. Кроме того, на тот период, как известно, у нас в Республике имело место вспышка сезонных острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа А и Б. И в комплексе этих мероприятий мы, соответственно, издали соответствующий приказ по проведению профилактических карантинных мероприятий, как на границе, так и в лечебных учреждениях, ну и в других учреждениях в том числе. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что большое количество инфицированных мы увидели в Российской Федерации, ну и, конечно, вот те случаи заболевания, которые у нас зафиксированы на сегодняшний день, трое пациентов, двое из которых, фактически, это завозные случаи, несмотря на то, что они граждане нашей республики, но они завезли эту инфекцию фактически вот из-за его отчага, в частности, из города Москвы. На сегодняшний день новых случаев выявления коронавирусной инфекции у нас не зарегистрировано. Мы, в частности, от правительства Республики Абхазия приняло все исчерпывающие меры для того, чтобы провести весь комплекс профилактических мероприятий по предупреждению дальнейшего распространения этой вирусной инфекции. Как вы знаете, был создан координационный оперативный штаб, были изданы ряд распоряжений и, соответственно, указов, приказов ведомственных, вы о них знаете, в соответствии с которыми был введен режим чрезвычайного положения, а также комендантский час в Гальском и Гагарском районах. На сегодняшний день они отменены, но тем не менее мы считаем, что вот эти меры, которые были приняты, они дали свои результаты. А именно то, что закрытие государственных границ, в том числе по реке Псов, максимальнейшим образом сократило доступ на территорию Республики Абхазия граждан, которые могли быть потенциальным источником инфекции. Как вы знаете, одно время, это было к концу февраля, в марте, когда в Российской Федерации активно стал распространяться этот вирус, огромное количество россиян, прежде всего из города Москвы, прибыли к нам в республику, в дома отдыха, понимая, что у нас здесь благополучная ситуация и так далее. Но, конечно, это нас не могло не тревожить. И после того, как были приняты определенные меры, граница была закрыта на въезд и введен строгий карантин. Конечно, были определенные трудности, сложности, потому что все эти нововведения, они в большей степени для нас были новыми. И, конечно, реализовать ряд позиций, в том числе по распоряжениям исполняющего обязанности президента по чрезвычайному положению, было на первых этапах сложно. Но, тем не менее, мы максимально все-таки постарались достичь самого главного – это самоизоляция. На сегодняшний день это наиболее эффективный метод профилактики возможного заражения. Самоизоляция предполагает исключение каких-либо контактов в большом скоплении людей, даже и внутри самой семьи. Поэтому последнее распоряжение, которое по рекомендации Санитарно-эпидемиологической службы было принято в части послабления, совершенно не означает и не отменяет все те ограничительные мероприятия, которые были приняты ранее. В том числе я акцентирую именно на самоизоляции. То, что у нас сегодня трое пациентов, из которых одна выздоровела и выписана домой, не дает нам оснований для того, чтобы мы расслабились и могли там еще большие меры принять, для того, чтобы отменить там какие-то ограничения. Этого быть не должно. Мы очень четко отслеживаем эпид-ситуацию в мире и в частности в сопредельных государствах. К сожалению, там ситуация не самая простая. И в той же Российской Федерации идет рост заболеваемости. Там пик не достигнут на сегодняшний день. И по всем предварительным данным, пика они достигнут, скорее всего, к середине мая, возможно, и к концу. Поэтому в этом отношении, конечно, мы должны сохранить все те мероприятия в рамках распоряжения об ограничительных мерах, в том числе, повторяя, самоизоляции. Тем более, понимая, что это вызывает определенные трудности, сложности для граждан, в том числе экономического характера, но это вынужденная мера. Это вынужденная мера, но она достаточно эффективна. Тем более, речь никогда не шла о том, что там закроются продуктовые магазины, аптеки или какие-то. Все эти объекты работали. То есть, каких-то острых, таких серьезных проблем социального характера мы на сегодняшний день пока не наблюдаем. Но, тем не менее, еще раз повторяю, учитывая эпидситуацию в мире и в сопредельных государствах, я и Министерство здравоохранения, и оперативный штаб призывают граждан строго соблюдать все наши рекомендации, которые мы предлагали все это время, в том числе режим самоизоляции. Но это вот в целом пока ситуация педагогическая. Когда мы можем перейти к следующей части, это вопрос присутствующих журналистов, кто готов к первому вопрос задать, пожалуйста. Можешь ли я, Митам? Да. Митам Мурманович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему даже при наличии трех реальных пациентов и одного транзитного у нас инфекция не распространилась, так как в других странах? Реан Ахотова, обозатор. Да. Ну, самое первое и самое главное, это то, что в очаге инфекции были приняты все исчерпывающие нервы. Очаг был локализован. Контактные лица были взяты на строгий учет. Ведь изначально были выявлены два случая завозных, как я сказал, но жители на переспублике. А третий случай, это уже произошел в результате их непосредственно контакта с этими гражданами. Мы взяли данный дом, где проживали эти люди на 14-дневный карантин, а также были выявлены все контактные лица, которые также были под 14-дневным карантином и в положенные сроки были обследованы. Причем некоторые из них, которые находились в наиболее близком контакте, трижды, как это указано в соответствующей инструкции Всемирной организации здравоохранения, которую мы утвердили в качестве руководства для проведения диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Во всех случаях мы получили отрицательные результаты. Это наши результаты. Но я хочу здесь подчеркнуть, что когда к нам приезжали эксперты Всемирной организации здравоохранения, в частности специалист по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции, они провели, ну, так называемый, внешний контроль качества тех исследований, ПЦР-диагностик, которые проводятся в БАК-лаборатории. Доктор привез с собой, соответственно, нужные реагенты и провел контроль вот этих тестов, которые мы, значит, провели вот на тот период. Значит, все результаты исследований были подтверждены. То есть ПЦР-диагностика на сегодняшний день, которая выполняется на базе Республиканской бактериологической лаборатории, она достоверна. К тому же инсталляция оборудования, значит, проводилась также в присутствии экспертов ВОЗ и вирусолога из Ставропольского противочиненного института. Там была проведена достаточно серьезная работа для того, чтобы начать проведение диагностики у нас в Абхазии своими силами. Если коллеги поймут, еще один вопрос. У нас завтра пройдет инаугурация президента, который не так давно был в Москве, которая находится не в самой лучшей эпидемиологической ситуации. Насколько это согласуется с мерами предпринимаемого государства в Абхазии? И отправятся ли на карантин все участники инаугурации после церемонии? Ну, значит, первое, инаугурация – это в Конституции закрепленное мероприятие. Второе, помещение, где будет проводиться в таком сжатом формате процесс инаугурации, будет соответствующим образом подготовлено, я имею в виду, с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм. Ну, и третье, значит, самое главное, что у человека нет симптоматики, понимаете? И мы здесь находимся фактически все в режиме самоизоляции. Это нас всех касается, любого, в том числе чиновника разного уровня. Поэтому я об этом говорил, что мы утвердили рекомендации ВОЗ. Там четко написано, кто подлежит обследованию на коронавирусную инфекцию, в какие сроки и в соответствии с какими критериями. Поэтому здесь вопросов нет. Тем более, там будут применяться все меры индивидуальной защиты. Анастасия Горя. Можно уточнить, скажите, пожалуйста, все меры какие? Вы сказали, что санитарно-эпидемиологическим образом будут подготовлены... Будет проведена прежде всего дезобработка помещения специальными дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Там будут установлены дезрастворы для индивидуального применения, для рук. Ну, естественно, соответствующие расстояния между людьми, которые будут присутствовать на этом мероприятии. Ну и, конечно же, ношение масок. Коронавирус, он не такой высоко контагиозный, как, например, донная чума. То есть достаточно соблюдать у здоровых людей в этой ситуации от расстояния между ними, носить маски и обрабатывать руки дезрастворами. И те поверхности, которыми они будут соприкасаться. Спасибо. А на это был вариант Чигинский, правда? Уже не Чигинский, правда, это был Кавказ. У меня вопрос. Рынки заработали наши, но тем не менее люди не надевают маски, не в перчатках не ходят. Не рановато ли люди расслабились? Вот как Вы считаете? Насколько серьезно у нас? Я считаю, Вы совершенно правы, я в начале своего выступления об этом и говорил, что рановато расслабились. Мы, то, что у нас зарегистрировано три случая, это совершенно не означает, что завтра у нас не будет больше. Поэтому мы должны и те жесткие мероприятия, которые были приняты и продолжаются, они направлены именно на профилактику распространения этого вируса. А он у нас будет завозной. Ведь граждан Республики Абхазия не пропустить страну Вы не сможете. Они едут прежде всего из Москвы, с Ростова, с Краснодара, где наибольшее число зараженных, особенно в Москве. Мы специально создали условия для изоляции наших служащих, в том числе медицинских работников, в условиях специального учреждения, вы знаете, в городе Сухунг, где они будут и проходят на сегодняшний день, кстати, наши медицинские работники, карантин 14 дней. Это те, которые работали в Бегаутах, в течение 14 дней занимались этими пациентами. Поэтому здесь надо быть очень аккуратными и внимательными. Я повторяю, пик в России еще не пройдет. Если мы расслабимся и начнутся вот эти массовые контакты, тем более, не принимая вот эти меры профилактики, ношения масок, терчаток, работа круг, мы рискуем получить наибольшее число инфицированных на сегодняшний день. Такая вероятность присутствует. Я не хочу там пугать кого-то или, значит, стращать, но мы должны понимать, что такие риски существуют. И не относиться к этому серьезно мы не можем. Поэтому мы подготовили все учреждения, но об этом мы еще скажем. И все остальное. Поэтому я еще раз обращаюсь к гражданам и прошу их принимать строгие меры, вот части самоизоляции, ношения масок, исключения контактов с людьми, избегать массовые мероприятия и так далее, и так далее. Все это уже много раз сказано. И все практически об этом известно. Можно ли? Ему спрашивают медиагентство. Ему спрашивают. Ему спрашивают. Ему спрашивают. Конечно, от разного рода специалистов по всему миру мы слышим прогнозы, как будет, если будет так, как будет, если будет по-другому. И все они касаются очень крупных стран, особенно тех, которых коронавирус обушует в последнее время. Что касается Абхазии, я хотела бы какие-то прогнозы. Это не потому, что нужно стать страшно или не страшно, а что думают по этому поводу медики. И второй вопрос. Вы немного коснулись его. Как больницы готовы? Потому что информация совершенно разная. Кто-то пишет, что нет ничего, кто-то говорит, что есть все. Что касается прогнозов. Прогнозы не всегда достоверны. Тем более, когда это касается именно вот этой новой коронавирусной инфекции, с которой медики во всем мире столкнулись впервые. И таких вот есть приблизительные статистические данные, которые, допустим, есть уже определенный опыт в том же Китае, в странах Западной Европы, сроки распространения пика и спада заболеваемости и так далее. Поэтому делается приблизительный прогноз. Но приблизительные прогнозы, собственно говоря, для нас это тоже не ранее, чем конец мая, вот по нашим данным. Потому что мы очень тщательно отслеживаем не просто ситуацию, но находимся в тесном непосредственном контакте как с экспертами ВОЗ, так и с Роспотребнадзором нашими коллегами. И поэтому вот конец мая для нас самый будет такой вот, до конца мая самый такой сложный период. Если мы его пройдем благополучно, а пока у нас ситуация складывается, ну скажем так, относительно благополучно, то я думаю, что во всяком случае на данном этапе мы избежим вот тех вот рисков, которые сегодня во всем мире происходят. Это что касается возможных прогнозов по эпидситуации. Что касается лечебных учреждений. Мы вот на самом начальном этапе обозначили ряд вопросов в части оказания медицинской помощи. Первое. Какое учреждение будет являться головным, центральным для оказания специализированной медицинской помощи именно больным с коронавирусной инфекцией. Определили Гудаутскую центральную районную больницу. Поскольку там инфекционный корпус соответствует всем необходимым стандартам оказания помощи инфекционным больным. Он рассчитан на 35 коек с возможностью размещения там 70 коек. И в том числе мы организовали там отделение интенсивной терапии и реанимации на сегодняшний день на 35 коек. И обеспечили их аппаратами искусственной вентиляции легких. Приобрели за счет средств движения «Мы вместе». Это наши бизнесмены, которые организовали сбор средств на спецсчет Министерства здравоохранения. Это помощь Московской Абхазской Диаспоры. Я могу сказать, что по состоянию на 18.04 всего Министерством здравоохранения было получено лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования на сумму 44 млн 421 125 рублей. Из них за счет средств целевых программ Министерства здравоохранения 4 млн 605 тысяч рублей. Гуманитарная помощь Московской Абхазской Диаспоры 14 млн 103 987 рублей. За счет средств, собранных движением «Мы вместе» 19 млн 851 200 рублей. Кроме того, мы получили несколько партий грузов от международных организаций. Про ООН и ВОЗ имеется в виду средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные препараты и так далее. Вот именно по международным организациям на сумму 5 млн 860 873 рубля. Причем Про ООН продолжает свою помощь практически в еженедельном формате. Мы от них получаем партию гуманитарной помощи. Недавно получили, в том числе, тысячи штук комплектов наборов индивидуальной защиты. Ну и другие средства, которые, естественно, были все распределены по лечебным учреждениям в соответствии с их потребностью. Самое главное, это Гудаузская больница, где у нас инфекционный госпиталь. Еще раз повторяю, на 350 коек. Помимо инфекционного отделения, где мы можем развернуть 70 коек, у нас еще есть основной корпус, где также при необходимости, если такие пациенты будут поступать в большом количестве, мы можем развернуть, и они развернуты, в том числе, для оказания хирургической помощи температурящим больным, даже с подтвержденным коронавирусной инфекцией. Это и служба родоспоможения готова там же принимать пациентов соответствующих, да, и детское отделение. Таким образом, 350 коек, которые мы можем в этом госпитале развернули и осуществлять оказание медицинской помощи. Мы исходим из международной статистики, в соответствии с которой на 100 тысяч населения предполагается 20 тяжелобольных, 20 тяжелобольных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. То есть, с учетом нашего населения, ну, мы рассчитываем порядка 40-45, значит, вот койко-мест в отделении реанимации, это в худшем случае. На сегодняшний день, я говорил, уже еще раз повторюсь, 35 койко-мест, то есть, 35 аппаратов УВЛ, и, соответственно, у нас по республике еще 25 аппаратов. 60 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения тяжелобольных. Ну, с учетом всех, еще раз говорю, статистических данных, которые существуют на сегодняшний день. Ну, и, соответственно, все необходимые расходные материалы для того, чтобы осуществлять интенсивную терапию и реанимацию. В первую очередь, это Гудаутская больница, далее, соответственно, это инфекционная больница города Сухум, это инфекционное отделение Габерской ЦРБ, и это районные больницы, в том числе, ну, в зависимости от количества пациентов и в зависимости от потребностей. Там распределены и аппараты искусственной вентиляции легких, и, значит, медикаменты. У нас сегодня вот те медикаменты, которые мы получили, это, прежде всего, противовирусные препараты, антибиотики, причем нового поколения, там, третьего, четвертого поколения цифалоспорины. То есть это достаточно эффективные средства, которые применяются для лечения уже вторичных осложнений, пневмонии, присоединенных бактериальных пневмоний и так далее, и так далее. У нас на сегодняшний день, значит, вот на 650 пациентов тяжелых больных мы можем использовать наши возможности. Ну, кроме того, естественно, у нас, учитывая ситуацию, создан мобилизационный резерв в Минздраве. То есть, что имеется в виду? Это те же расходники, медикаменты, медицинские изделия, которые при необходимости, по мере поступления пациентов, будут направляться в эти учреждения и обеспечиваться их лечение. Конечно, какие-то там возможны переборы, и так далее, и так далее. Но это в каждом конкретном случае мы, конечно, реагируем, но совершенно однозначно. Все это открыто, в открытом режиме. Вы можете посмотреть на сайте Минздрава, там этот документ выложен, то есть распределение между учреждениями. И за каждую таблетку, и за каждый флакон главврач будет перед нами отчитываться. Ну, в перспективе, да, после того, как все эти, и так, поскольку эти средства направлены в первую очередь на оказание вот помощи этой категории больных. Если они будут в большом количестве. Ну, как говорится, дай Бог, чтобы их не было. Но не надо забывать о том, что у нас впереди еще осень, зима, и что в этот период могут быть вспышки той же коронавирусной инфекции, гриппа, там, свиного или птичьего, неважно, атипичная пневмония. Это нас все ждет. И мы, учитывая все вот те возможности, которые сегодня организовали, фактически будем готовы к приему и в будущем этих больных, тяжелых. Вы же понимаете, что на большую часть вот позиций тех, которые мы получили, было наложено эмбарго на вывоз с территории этих стран. Это были невероятные сложности для того, чтобы все это приобрести. И при соответствующей гуманитарной поддержке Российской Федерации и международных организаций, вот мы всеми силами смогли сегодня создать вот этот вот существующий резерв. Дмитрий Статейнов, Реаловский. Дмитрий Статейнов, Реаловский, когда в конце марта был введен режим чрезвычайного положения, какие были прогнозы у вас? Сколько они оправдались на сегодняшний день уже? Потому что речь была, что могут быть больницы полны, больных, на сколько, на ваш взгляд? Ну, честно говоря, мы ожидали, что больных будет больше. Насколько? Примерно где-то до 30-50 в этих пределах мы ожидали, учитывая вот эту постоянную миграцию через границу, вот эти все, причем через обои, обе границы. Но, как говорится, у нас всего лишь три случая. Повторяю. Ну, кому-то, может, не нравились эти жесткие меры, кто-то не понимал, зачем они делаются вообще. И есть, которые по сей день так считают, к сожалению. Но, тем не менее, они дали свои результаты. Понимаете, вот мы сейчас не занимаемся анализом различных версий того, что такое коронавирус, как он распространяется и так далее, и так далее. Мы говорим о том, что есть вирусная инфекция, с которой мы впервые столкнулись. Есть пациенты, которые нуждаются в лечении. Вот это наша задача. Выявлять, лечить больных и проводить весь комплекс профилактических мероприятий. Госудан Барганде, Республика Абхазия. Скажите, пожалуйста, а есть риски завоза из-за Ингурской границы сюда этого вируса? И вообще, какова судьба этой женщины, у которой сначала обнаружили, потом не обнаружили, потом она выехала в Грузию, где она, что? И прокомментируйте информацию грузинских СМИ, что несколько десятков пациентов из Абхазии лечатся у них от коронавируса. Правда, неправда? Какая у вас информация? Ну, что касается этой пациентки, она была транзитная. Прибыла, ну, вы все это знаете. Из Москвы транзитом через территорию Абхазии уехала в Грузию. У нее были минимальные контакты, но по пути следования через территорию республики контактов не было. Это уже установленный факт. Контакты были относительные с родственниками. Там на похоронах она была? Нет, она ни о каких похоронах не была. Там все уже установлено. Она приехала, повидалась с родственниками и в тот же день уехала. То есть там даже непосредственных контактов не было. Они все были в масках, в перчатках. По нашей информации, она выздоровела. Все ее контактные лица здоровы. Ни у кого не выявлено положительных случаев. А они не были на изоляции? Они были на изоляции там. Они уехали в Грузию и там находились на изоляции. Но у всех отрицательные результаты. Положительных нет. Так, продолжим. Значит, Елена Заводская и Пуковка. Уже по второму. Скажите, пожалуйста, какими прописями наши врачи будут руководствоваться при лечении? Если нужно немножко о контактах ваших, чуть-чуть подробнее с ВОЗ. И вот аппараты ИВЛ-60, которые завезены. Все наши врачи готовы их обслуживать. Все не умеют это делать. И потом есть такая информация, что есть два типа аппаратов ИВЛ. Одни современные, другие, которые требуют ручного управления. Вот какие аппараты у нас? Как готовы наши медики к этому? И какие прописи, какие контакты? Ну, я частично уже как бы ответил на ваш вопрос. Мы утвердили рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Которые по сегодняшний день применяются в части профилактики, диагностики и существующих схем лечения. К нам приезжали эксперты ВОЗ еще до того, как был введен режим чрезвычайного положения. Еще до того, как были зарегистрированы первые случаи заболеваний. Были проведены соответствующие тренинги с нашими специалистами. В том числе в части диагностики на базе БАК-лаборатории, где проводилась инсталляция оборудования ПЦР. С участием нашего коллеги из Ставропольского противочувного института. Значит, там проводились соответствующие тренинги. До того наши специалисты находились на соответствующих курсах в этом Ставропольском противочувном институте. Два врача-лаборанта в БАК-лаборатории. И, соответственно, приступили к своим обязанностям. То же самое касается и лечения. Конечно, у нас на сегодняшний день есть определенный дефицит специалистов, именно инфекционистов. Но они у нас есть, безусловно. Но и во всем мире дефицит таких специалистов. Учитывая те масштабы и объемы заболевших по многим странам. Поэтому здесь, как правило, в этой ситуации к работе подключаются все врачи разных специальностей. Ну, прежде всего, это терапевты и, соответственно, врачи-реаниматологи, которые занимаются тяжело больными. У нас сформированы бригады, утверждены приказы Минздрава. Причем это специалисты-реаниматологи, врачи-терапевты, ну, соответственно, и средний медперсонал с разных учреждений, которые по соответствующему графику проходят дежурство, в частности, в Гудаутской больнице, которая предназначена для этих больных. И при необходимости готовы проводить интенсивную терапию и реанимацию с использованием аппаратов искусственной вентиляции. Они на самом деле разные, поскольку приобрести дыхательные аппараты тоже, конечно, это была большая сложность, учитывая их повышенный спрос на сегодняшний день. Там аппараты экспертного класса, там портативные дыхательные аппараты, там переносные дыхательные аппараты. Они все могут использоваться для проведения ИВЛ. Поскольку оборудование закупалось при непосредственном участии экспертов, врачей-реаниматологов, главного реаниматолога и наших коллег-специалистов в Москве, которые изучали все эти качественные характеристики. И только потом уже принималось решение о их приобретении. И вот было приобретено 21 дыхательных аппаратов, а 4 дыхательных аппарата были подарены этим человеком, который их привез. Поэтому на сегодняшний день они все, еще раз повторяю, распределены по тем учреждениям, которые непосредственно будут заниматься этими пациентами. Основной поток у нас и маршрутизация построена таким образом, чтобы тяжело больного сразу транспортировать в Гудауту. Потому что все силы там у нас концентрированы, в том числе врачи-реаниматологи. Конечно, в худшем варианте развития ситуации, эпидемии, допустим, да, когда количество больных будет нарастать все больше и больше, все учреждения будут задействованы в лечении этих больных. Как сегодня мы видим в той же Москве, практически даже стационары хирургического профиля перепрофилируются и становятся инфекционными стационарами. Но будем надеяться, что до такой критической ситуации мы не дойдем. Но на сегодняшний день мы можем 750 коэб организовать для приема всех пациентов именно средней и тяжелой степени тяжести. Послан Камба, спутник. Согласно последнему распоряжению, исполняющему обязанности президента, с 17-го числа все заезжающие должны проходить обязательный карантин. Есть ли информация, насколько соблюдается это условие и сколько человек уже отправлено на карантин, сколько пересекло границу? Ну, количество пересекающих границу, оно минимальное. Но те лица, которые пересекают ее, ну, это все граждане Абхазии, которые приезжают на родину. Ведется их четкий контроль. Передается вся информация в региональные и республиканские санэпидслужбы и в МВД. МВД, соответственно, уже ведет контроль на месте, ну, с силами участковых своих сотрудников. Ну, в большей степени, в большей степени соблюдается режим самоизоляции. Но, конечно, не всегда. Такие факты тоже, как говорится, имеются. Но, тем не менее, санэпидслужбы их отслеживают. Они постоянно находятся на связи. И, кроме того, у нас есть горячая линия, куда они могут всегда позвонить и спросить, если их что-то будет беспокоить. Но, тем не менее, у нас вот в Айтаре сегодня люди находятся на изоляции в связи с карантином. Поэтому здесь только с санэпидслужбой, с силами здраво мы не справимся. Здесь должны приниматься меры именно силовыми структурами. То есть, я уточню, там в постановлении говорится об обязательном карантине в специальное учреждение. То есть, на сегодняшний день это Айтар. Это Айтар, да. Но только, ну, знаете как, в том случае, если у человека нет условий для самоизоляции. Например, есть у нас наши сотрудники, у которых есть такие условия. Они могут быть на самоизоляции в течение 14 дней. Тех, у кого таких возможностей нет, мы размещаем в Айтаре. Вот позавчера мы четверых туда госпитализировали. Ну, в смысле, на правильный момент. Амелия Асатурян. Скажите, пожалуйста, вот, насколько вы говорили о мае, потому что в мае может быть быть заболеваемость и так далее. А сейчас возобновляется учеба в учебных заведениях и школах. Настолько это безопасно и неранно? Ну, у нас мероприятия все продвены до 4 мая. Естественно, мы сейчас будем изучать ее после того, как будет сформировано, значит, новое правительство. Но, тем не менее, штаб продолжает свою работу. И соответствующие рекомендации мы будем давать в зависимости от ситуации, которая нас на сегодняшний день окружает. Я говорил об этом. Если ситуация будет ухудшаться, эпид-ситуация, в сопредельных государствах, у нас границы закрыты, они не открываются, то карантинные мероприятия должны будут продлены. Недавно мы все обсуждали, что приехали российские военные, были пробки и заголовки в российских селях, целях их визита. В общем, все это было спорно, долго обсуждалось. Что Минздрава может сказать? Мы уже попросили помощи у российских военных, еще не попросили. Они не собираются что-то дезинфицировать. Как выбираются эти объекты? Ну, это вопрос решался не на уровне Нездрава. Это вопрос решался на уровне правительства. Но, насколько вы знаете, состоялась соответствующая встреча. Российские военные предложили свои услуги для проведения дезинфекции территорий. И, соответственно, сейчас у них путем взаимодействия с нашими силовыми структурами и санэпид-службой, они определяют, на какие объекты они могут обработать. Вот так, как делала МЧС Абхазии. Мы обрабатывали территории, границы, территории вокруг больниц, значительным количеством дезинфекций. Вот здесь только на этом уровне. То есть мы попросили помощи, мы сами не справляемся, и помощь она несколько сроков, правильно? Ну, мы справляемся, потому что у нас есть все необходимые средства для этого и были закуплены. Но российская сторона предложила свою помощь и как бы здесь отказываться от этой помощи мы не видим смысла. Потому что обработка территории это же не однодневная акция. Средства заканчиваются, они всегда нужны. Поэтому то, что они нам предложили, свои возможности, я думаю, это только можно приветствовать. И если можно, про аппараты КТ тоже будет интересоваться, у нас установлен, есть, где там? У нас КТ-аппараты есть по республике, но не в Гудауте, конечно. Не в Гудауте. Естественно, больных коронавирусной инфекцией ввести там в общесоматический стационар это не представляется возможным. Поэтому на сегодняшний день у нас идет рентгенологическая диагностика и она вполне достоверна. Другое дело, что компьютерная томография позволяет выявить вот эту книгу мою на начальных стадиях, когда еще нет таких явных внешних клинических признаков заболевания или же пациент вот бессимптомный, то есть на сегодняшний день может быть. А в легких уже идет процесс, да? Вот в этой ситуации, конечно, возможности компьютерной томографии очень высоки. Это не очень легко приобрести этот аппарат, но мы этим активно занимаемся. Не, снова не спрашиваю. А можно что-то донку к этому вопросу? Можно? Не свяжь просто. Дома Смонович, весна, осень, как известно, это период такой заболевания всякими проступными, ОРВ, ОРЗ, как угодно их можно назвать. И так было всегда по статистике обычной. Но почему-то в этом году медики говорят о том, что число обратившихся даже с простой, с простым гриппом практически там уменьшилось в разы. Например, Ачинчинская церковь в прошлом году ежемесячно каждый медик принимал там по 100-150 человек. В этом году, вот за эти два месяца, как у нас появился коронавирус, стало о нем как бы известно, там 5, максимум 10 человек. С чем это связывает? Испугались, не хотят обращаться, и все-таки вот меры карантина так подействовали? Ну, на самом, ну, меры карантина, безусловно, они эффективны. Вот совершенно однозначно, говорю. Но что касается вот сезонных вспышек, не совсем так. Вот, например, за, по нашим данным, за три месяца вот в лечебные учреждения обратилось более тысячи пациентов с различными симптомами острой респираторной инфекцией, либо гриппа. У нас есть возможности для диагностики гриппа А и Б, и в этом году это минимальный цифр. У нас также поступают пациенты с пневмониями, вне больничной пневмонии, понимаете? Не связанные с гриппом, например. То есть, ну, это как осложнение острого респираторного заболевания. Кстати говоря, эта категория пациентов тоже, в первую очередь, подлежит диагностике на коронавирус. Вне больничной пневмонии или атипичная пневмония, у которых отрицательные тесты на гриппа А и Б. Все это четко, схема выполняется диагностикой, поэтому однозначно могу сказать, что у нас две волны вспышек острой респираторной вирусной инфекции было. Это было вот январь-февраль и конец марта. Вот более тысячи обращений, все они выздоровели. Коллеги, еще вопросы? Есть? Ну, мы трижды пытались задать. Руслан, расскажите. По поводу диагностики, диагностики, каждый день получают информацию, там, 10 человек проверили отрицательный анализ, 5-6 человек. Кто эти люди по какому принципу отбираются? Какие педагоги для того, чтобы человек должен был или по своему желанию, или по вашей рекомендации задать эти анализы? Ну, на сегодняшний день мы не проводим тестирование всех желающих. Проводится обследование только по определенным показаниям. То есть там, где есть непосредственно вот клиническая картина, характерная для коронавируса. Тем более, если человек находился в эпидо-чаге, или он был в контакте с инфицированным. Либо это пожилой пациент, у которого есть сопутствующие заболевания. Либо это пациенты, как я говорил, с атипичной пневмонией, с внебольничной пневмонией. Либо это медицинские работники, которые находились в непосредственном контакте с пациентами, вот как в данном случае. У нас 15 наших сотрудников, которые находились в течение 14 дней, занимались лечением вот этих больных, они, соответственно, должны были быть в определенные сроки обследованы. И взяты в последующем на 14-дневный еще карантин. Слава Богу, все отрицательны. Кроме того, это были контактные лица у этих заболевших. А также в том доме, где вот они проживали, в том числе и сотрудники погранслужбы, МВД. То есть все задействованные отрицательны вот в этом, значит, куге людей, работавших вот с данной категорией больных. Вот только их. Ну и, соответственно, пациенты, которые поступают вот каждый раз, там, ту же Гудаутскую больницу, инфекционную больницу, другие учреждения с теми или иными симптомами, схожими, еще раз повторяю, с коронавирусной инфекцией, у которых отрицательные результаты на грипп А и Б. Вот они также подлежат, значит, обследованию на коронавирус. У нас на сегодняшний день пока достаточное количество систем. Мы получили еще одну партию на 600 исследований, вот, буквально на днях. И надеюсь, что к концу, значит, месяца у нас будет еще 5000 тестов, то есть 5000 исследований, там, на ВПЦР и на выявлении, по диагностике выявлении антител к вирусу. Спасибо. Если даже мы сейчас выглянем в боку, мы видим такое оживленное движение. Я понимаю, что медики, собственно говоря, не очень согласны с такого рода поведением и положением. Но что вы можете, кроме рекомендаций, кроме просьб и призывов? Какие у вас есть причины? Ну, знаете, как Министерство здравоохранения, к сожалению, не карательный орган. Поэтому мы здесь более жесткие меры принять не можем. Но учитывая то, что координационный штаб работает и в составе этого координационного штаба есть представители практически всех структур, в том числе МВД, СГБ, там, и так далее, и так далее. Вот, каждая служба должна выполнять строго свои обязанности. И там были прописаны патрулирования улиц. И такой вот режим, значит, строгий. Поэтому здесь мы будем обсуждать с нашими коллегами, потому что все-таки вот это послабление, оно неправильно. Мы, наши люди, наше население обрадовываются, что у нас там вот три человека и двое уже практически выздоровели. Но так в мире не бывает, к сожалению. Еще раз повторяю, мы должны быть готовы к тому, что этот вирус будет. Ну, я имею в виду в большем количестве. Не нагоняя страха, мы должны быть к этому готовы. Как известно, вот, из всех заболевших по статистике, ну, порядка восьмидесяти восьмидесяти двух процентов это либо бессимптомные пациенты, либо, ну, малосимптомные, то есть легкой формы течения. Поэтому акцент делаем в первую очередь вот на те пять процентов, которые мы ожидаем в случае значительного распространения, ну, значительного распространения инфекции у нас в республике. Я имею в виду тяжелых больных. Мы уже ближе к завершению и Амелия Бисмарк все-таки. Скажите, уважаемый, вот, анализ на определение антител к вирусу сейчас в Абхазии проводится? Нет, мы проводим только ПЦР-диагностику, то есть мы выявляем антиген, а это окончательный диагноз, больной инфицирован. Да, можно это коротко. Я не получила ответа на свой вопрос, я его переформулирую. Вы контролируете ситуацию в Гальском районе? Вот министерство в Абхазии. Гальский район является территорией Республики Абхазия. Соответственно, все мероприятия, которые были приняты, они распространяются и на эту территорию, безусловно. У нас есть там центральная районная больница, у нас есть районная служба, санитарно-эпидемиологическая служба, которая отслеживает всех контактных лиц. Кроме того, там созданы условия для карантина. Кстати говоря, 6 человек там находились на карантине 14 дней. То есть там все условия для этого созданы. Кроме того, мы их и лекарствами обеспечиваем, и расходниками, вопросов нет. Спасибо. Можно еще две вопросы? Преподолжение следует, я завершаю. Томас Лопонович, чем Вы руководствуетесь, какими рекомендациями? Всемирная организация здравоохранения все-таки, или же рекомендациями специалистов из соседних стран, или каких-то еще стран? Потому что я долго изучала сайт ВОЗ, и, например, слово самоизоляции я там вообще не нашла. Ну, значит, дело в том, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения, они что предполагают? Это профилактика, диагностика и лечение. Это три разных документа, понимаете? Ну, поскольку, вот я вначале говорил, ведь новая коронавирусная инфекция, это то, с чем мы столкнулись впервые, и по мере ее развития в каждой стране вносятся какие-то коррективы, понимаете? сегодня одни рекомендации могут быть, завтра они могут быть дополнены, другие рекомендации, понимаете? В том числе и в лечении, в схемах лечения, мы за этим четко следим. Появилось такое понятие, как самоизоляция. Мы видим, что оно дает свои результаты, почему бы и не применить? То есть, здесь же нет жестких рамок. Вот эта схема, этот стандарт и больше ничего. Но так не бывает. Поэтому с учетом развития ситуации вносятся в коррективы. Если мы считаем, что это эффективно, мы это будем принимать. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Сегодня с конференцией Министром здравоохранения и социального обеспечения обшательный подходит к завершению. За каждый вопрос спасибо вам. Спасибо всем. Игорь Негода.